Заплати всего 25% от суммы, и новые кроссовки сразу твои, а дальше оплачивай их равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. ДО-ЛЯ-МИ. Новый способ покупок без комиссии и переплат. Установи приложение ДО-ЛЯ-МИ. В октябре тебе написал продюсер Dream Team Ярослав Андреев с предложением вступить в хаос. Все так? Они очень грязные. От них воняло? Ну да, это было прям противно. Они не ухаживали за собой? Да. Воняло мужским потом? Никакого плана нет! Все, что нам говорят. Ребята, вам надо расти, колобиться. Как думаешь, тебя взяли из-за того, что в XO была кика, которая взлетела? И то, что ты крыса, шпион. Все так, я вижу. Бро, на полном все равно шпион. Был ли у тебя личный конфликт с Асланом, который ты не хочешь выносить на путь? Им угрожают огромными штрафами. Кто это так думал? Скажи честно. Это какой ад? Это Ярик. Всем привет, друзья. Меня зовут Максим Титов. Вы смотрите Пушку. И сегодня у нас в гостях тиктокер. Артист. И участник пока еще существующего тикток дома. Dream Team. Тен Юджин. Привет. Всем здрасте. Ты посмеялся, да? Чуть еще горит. У тебя как? В сердце еще горит? Dream Team? Или уже ты... Клеит. Клеит. Но чуть-чуть. Если там разогнать, можно. Но я не знаю, как это возможно сделать. Все, уже прям сразу слеза. На первых минутах интервью уже потекла. Рад тебя видеть на нашем диване. Твое детство прошло в селе в Николаевской области. И ты уже на одном из интервью рассказывал, что оно было не самым легким для тебя. Давай, если можно, ты пустишь нас в подробности. Опять же, жизнь в селе, как это было, родители, развод. О, развод вспомнил. Развод... У меня родители развелись прямо после моего рождения. Ну, насколько я в курсе. Потому что я ни с мамой, ни с папой об этом не разговаривал. Они развелись, и потом вот я мотался по странам. Меня много где обкатали. Просто так я у родственников жил. Потом у мамы чуть пожил. Чуть-чуть, там буквально две недели. Потом мама меня где-то в третьем классе отвезла к папе. И все, и вот я потом с папой и мачехой жил. И мы как-то сначала жили в городе, в Николаеве. Потом бабушка умерла. И надо было с дедушкой быть вместе. А он живет в деревне. Жил. И мы переехали в деревню с дедушкой жить. И вот там, конечно, прям очень сложно было. То есть, если в городе как-то поспокойнее с тем, что я узкоглазый, азиат, желтожопый. Ну, я могу об этом говорить сам себе. Это нормально. Это вот в деревне прям, ну... Была труба. Да, меня еще папа заставлял ходить... Приколи. Школа в селе. В деревне. Все ходят в какой-то, ну, там, джинсах, майках, футболках. Все вообще все равно на школьную форму. Первого сентября. В таком болотно-зеленом костюме школьном, который на три размера больше меня, на вырост. Еще тот сад, значит. Больше меня, ну, у меня вот здесь рукава были. И я единственный, кто прихожу в форме. Единственный. И меня вот с того момента прям сразу начали булить за все. Потому что... Ты выделялся. Ну, ты выделялся не так, как ты бы хотел выделяться, а в худшем варианте. Вот. Все были, как бы сказать, такие... В компаниях, да, там, не знаю. А ты был один в болотном костюме. Еще я и... Я этот костюм, вот я вот наизусть... Ну, я до сих пор, вот сейчас мы вспомнили, я его прямо перед собой вижу. Прекрасный зеленый костюм. Может, сейчас бы это было бы стильно. Ни в каких временах это не было стильно. Я не знаю, почему именно болотно-зеленый, я понимаю, еще черный. Просто, знаешь, обычный черный костюм. Скорее всего, дешевле даже стоил. Ты это со смехом, понимаетное дело, вспоминаешь. Но тогда тебе было, мягко говоря, тяжело. Потому что тебе в этой школе учиться, все сразу с первого же момента не заладилось. И тебе ничего нельзя было с этим сделать. Потому что, ну, как поменять там мышление, да? Детей, школьников, которые видят перед собой человека, которого можно легко обидеть, можно легко загасить, тем более компанией. Что ты можешь сказать сейчас, вот, исходя из своего опыта богатого? Что надо делать в этих ситуациях? Ты же не знал, что делать. Реально. То есть там отец тебе говорит, все, иди в школу. А ты понимаешь, что там тебя ждет каждый день. Мучения. Ад, как ты сам сказал. Бро, я не знаю, что, типа, советовать. Просто пережить это? Потому что я с этого не вышел в школе. Меня как булили, так и продолжали, будете. Я не знаю, как вообще прекратить в другую школу. Одна школа в деревне. Куда переходить? В огород. Ну, домашнее обучение, я не знаю. В деревне? Ну, да, с отцом будешь учить. Отец бы меня как раз научил. Я не знаю, как с этого выходить. Ну, просто, наверное, попытаться бороться. Не знаю, ходить на какие-то эти... Бои... Ну, заниматься каким-то спортом, боями. Чтобы хоть как-то отбиваться. Чтоб тебя хотя бы боялись. Меня там никто не боялся на тот момент. У нас даже была история. Я помню, у нас был последний звонок в девятом классе. И чел что-то начал просто ко мне. С ничего, как обычно. И он стоит там рядом, начинает задевать меня. И мы после линейки отошли, типа, на улицу во двор, возле школы. И там собралась толпа, и началась драка. И вот, ну, это было опасненько. Потому что в моменте мы падаем, я его валю. И у него с кармана нож выпадает. Я говорю, слава богу, что ты его не достал. Я в этот момент все, я просто закончил. Отошел, убежал. Потому что, ну, у чела нож был. Он просто в любой момент мог его достать и пырнуть. Он же, ну, зачем нож вообще брать на последний звонок? Да и значит, он заранее продумывал то, что кому-то докопается, и что туда будет. Вот поэтому я особо тоже не советую драться с кем-то. Ну, просто хотя бы визуально там... Да. Чтоб ты такой огромный был. Наверное, только так выживать, если на тебя все гонят. Вот эти все 11 лет на тебя гнали? Кроме девочек. Я обожаю с девочками. Тогда прям постоянно дружил только с девочками. Потому что нас с пацанами, они меня не принимали. На тот момент еще все играли в доту, а я ненавижу доту. Я не знаю, почему я ее терпеть не могу. И я с девочками что-то там, что-то это... И из-за этого еще у меня парни не любили на тот момент. Потому что я-то с девочками нормально общаюсь. Они не знают, как подойти, познакомиться или что-то еще. И, ну, вот все детство я прям всегда дружил с девочками. Это прекрасно. Наверное, лучше, чем с парнями, не знаю. Тоже такой совет, да, небольшой парень? Дружите с девочками. Да, если не получается с пацанами подружиться, в чем проблема? Есть девочки. Ты говорил тоже, что отец тебя странно воспитывал. Ну, в любом случае, не мог он тебя даже воспитать нормально? Ну, ему дали меня в... Мне было 9 лет уже. Уже что-то там в мозгах было. И, ну, поэтому он никак не мог найти подход, кроме того, как орать, бить. И, ну, это все. Там до сих пор, ну, он не смог найти подход. Вот, были ситуации, и я и ремнем, это база, это, ну, это вообще. Я уже потом в какой-то момент перестал бояться ремня. Когда пошли в дело такие палки здоровые, древесины, вот это уже опасненько было. Еще плюс он меня тогда закрыл в гараже, где есть яма огромная, для того, чтобы машину чинить. И вот там с этой палкой, вот это я уже тогда забоялся, потому что, ну, если шарахнуть неправильно по спине, то со спиной могут быть проблемы. А по спине мне тогда перепадало в этот момент очень много раз. Ну, у тебя нет сейчас никаких особо проблем? Или что-то осталось? Повезло, потому что вот в гараже, когда я бегал от него, от этой древесины, там яма, я мог туда просто случайно упасть, а там сколько? Метр с чем-то высота. И тоже неправильно упасть, тоже могут быть проблемы. Вот, ну, в моменте, где-то в классе десятом он снова поднял на меня руку. Как это бывает? Я что-то натворил, а я сто процентов что-то творил, потому что, ну, я такой бесячий был в детстве. Я понимаю это сейчас. Я что-то натворил, он закрывает комнату на замочек, чтобы никто не смог зайти. Мачеха не могла остановить его. И начинается, ну, прям больно. Да. И в моменте, в десятом классе он снова это начал делать, а я-то уже, я уже выше него вот так вот был чуть-чуть. Он начинает бить ремнем, и я вот так вот выхватываю ремень и говорю то, что не надо. И он уже просто после этого не бил, потому что не мог. Физически. С дома много раз убегал на тот момент, потому что... Ну, я уже устал просто... Куда вы привезли? К друзьям? Я... Подожди, у тебя друзья были девочки. Не-не, это уже был десятый, одиннадцатый класс, туда уже было полегче, это я уже сколько там в этой школе был. Как я убежал вообще с дома разочек? Родители уехали в город, я остался один дома. И я пошел тусить. У нас была дискотека в деревне, уф, тусовки. Ну, а мне нельзя было выходить, как обычно. Я пошел тусить, выпил много. И в моменте я здесь в дискотеке ухожу, и родители подходят, вижу их. Они приехали раньше времени. Я там получил, и потом просто... А я пьяный. Ну, у меня ноги еле вообще держат. Папа меня хватает за руку и просто вот так вот несет чуть ли, потому что я падаю, и он меня просто возит по асфальту. Мы... Как-то он меня довез, донес к дому. Он открывает калитку, дверь, чтобы я зашел во двор. Я вот в момент отпускаю его руку, ну, он пытается выдернуться, и убегаю через огород. Пробежался, и оказался потом у друга с ночевкой, и потом в дальнейшем я у него дней шесть жил. Ничего себе. Ну, родители меня искали, но я просил, чтобы меня не сдавали, и в моменте потом родители пришли ко мне. Ну, и сказали, что больше такого не будет, такое было, и забрали меня. Давай немного контекста дадим. У тебя мама, получается, из Южной Кореи, а папа, как ты говорил, метис, да? Да. И что сейчас с родителями? В каких-то отношениях вообще? Или ты уже сам по себе много лет и ни с кем не общаешься? С папой я вообще не общаюсь. Уже как год до полтора-два. С мамой я виделся недавно в Корее. Я летал в Корею. Она сама меня пригласила, чтобы я там, типа, потусил у нее. Она живет еще под Сеулом. Это очень удобно, то, что я могу к ней съездить и в самом городе потусить. Ну, мы так. Типа, делали вид, что ничего не происходит, и меня никто не бросал. Она сейчас пытается как-то, как я описывал, наверстать вот этой любвеобильностью, всей этой штукой. Ну, я уже не верю, и поэтому как-то не хочется сильно привязываться к маме. Поэтому мы там потусили в Корее чуть-чуть, недели полторы. И я улетел. А она нашла себе кого-то там уже? Нет. У нее был муж. И от мужа дочка, но дочку муж забрал. И поэтому она сейчас одна. Ты заканчиваешь школу в своем селе, и у тебя выбор предстоит, куда тебе двигаться дальше. Какие у тебя были мысли в голове тогда? Я очень сильно хотел на хореографа поступить. Потому что ты тогда уже занимался танцами? Да, где-то с девятого класса занимался танцами, и меня взяли танцевать в Дом культуры на каких-то там концертиках. И вот тогда я по чуть-чуть начал заниматься, но тоже так. В деревне заниматься танцами, кто-то вообще не знает, что такое папинка или что-то такое. Невозможно было. После школы я хотел поступить на хореографа, мне папа запретил это делать. Хотя это, ну, прям очень сильно хотелось. Потому что он всегда говорил, танцами не заработаешь, в этом не будет никакого смысла. Лучше вот стабильно работать с понедельника по пятницу, получать зарплату раз в месяц, и все. У тебя будут выходные и отпуск. Возможно, он еще не хотел, чтобы я занимался танцами, потому что мама у меня занималась танцами. Она хореографом была, работала. Возможно, еще из-за этого. И он отдал меня в мореходку. Я сертифицированный моряк. Ну, звучит круто, на самом деле. Да нет, Ольга. Брон, ну я не... Экзотично, давай так скажем. Дожди, я сейчас тебе объясню, и ты перестанешь об этом думать. Потому что я не капитан, я не какой-то там адмирал или что-то еще. Ты юнгер. Я стюарт официант. Ну да, звучит уже... На судне. На судне. Звучит не так круто. Ну давай ты всем будешь говорить, что ты просто моряк. А я так и делаю. Я еще... У меня есть документы, то, что я прошел, и у меня есть сертификат, что вот я моряк. Там написано прям так. Вот он отдал меня на моряка, и когда... А это ПТУшка. И там еще больше были проблемы. Потому что туда... В ПТУшку в городе завозили всех из деревней. Но я снова в той же ситуации. Снова новая компания. Все почему-то друг друга как будто бы знают, потому что там по 4 человека из села заходили, пацаны, туда. В эту мореходку. А я приехал со своего села только я один, как парень. И девочка из моего класса тоже поступила туда же, тоже на стюарт-официанта. И так получилось то, что в стюартах-официантах только девочки. И я один парень. Так прекрасно было с ними. Но там же типа общага. Я жил в блоке с пацанами. Не с девочками. Да. Вот это печально, конечно, было. И у меня жили по 4 человека в комнате. И там такие, ну, грязные пацаны были. Но я не знаю, как объяснить. Но они... Они очень грязные. От них воняло? Ну да. Это было прям противно. Они не ухаживали за собой? Да. Воняло мужским потом? Фу. И кухня эта общая. Там ад на этой кухне было. Я не знаю. Там кто кроссовки сушил на батареях, кто на плите их сушил. Тебе, знаешь, когда огонь горит, там чуть-чуть так просушивали. Это вся в боне, холодильник общий. И год ада просто был в этой мореходке. Я отучился в мореходке. Что, за год ты отучился или как? Там год, все. На стюард-эффицианта учится год. Офигеть. Это если ты идешь на капитана, то это тебе потом еще магистратура, или как это называется? Ну ты понял, что капитаном ты не хочешь становиться? Да, ну нет, вообще. Мне это... Я считаю, год потерял. Я потом говорю то, что я хочу на хореографа. Ты все-таки у него спрашиваешь, зачем ты еще? Стипендия у меня была маленькая. То есть стипендии добавляли? Стипендии, да. Чуть-чуть-чуть, чтобы я хоть как-то выживал. Но он не хотел, чтобы я шел на хореографа. Я потом просто забил. Все. А у нас после мореходки была практика. Я как стюард-эффициант должен был поработать в кафе, в ресторанах или что-то такое. Я пошел работать сушистом. Это единственное, что я нашел, куда можно без опыта работать. На тот момент было прийти. На кухню. Я пришел, начал работать сушистом в караоке-баре. Прикольно было. Но я бы не советовал есть то, что я там готовил на тот момент. Потому что меня попросили Цезарь приготовить тогда. Ну вот, повар меня консультирует. Что мне делать? Чтобы я вместо него потом работал. Он говорит, приготовь Цезарь. Я говорю, что это? Ну я вообще ничего не знаю. Вообще мы учились на официантов. Как подавать вот это вот? А я пошел работать поваром. Он начинает объяснять. И я приготовил свой первый Цезарь. А он, ну-то, он, возможно, вкусный был. Но выглядел он просто очень плохо. Вообще, как же Цезарь подают? Хаосом, да? Просто накидали вот так вот, что-то там посыпали сверху, все. А я все это красиво вот так вот выкладывал. Знаешь, вот помидорки вот так. Сверху так лист пирамидкой. И слайсы пармезана вот так тоже красиво. Так не идет подача никогда Цезаря. Никто так его не подает. Все его там смешивают. И это вот первое, что я приготовил. И оно получилось очень плохо. Но потом я потихоньку научился. И я работал в этом караоке-баре. И после этого я работал еще в трех кафешках и ресторанах. В последнем, где я работал, меня чуть не сделали шеф-поваром. Я почти шеф-повар. Круто. Да. Но в моменте, когда я работал в последнем месте, меня взяли хореографом работать в танцевальную студию. И тогда стал выбор. Я или продолжаю работать поваром, или хореографом. Потому что два этих занятия невозможно вообще объединить. Потому что поваром я работаю пять дней в неделю. И в субботу, в воскресенье у меня выходной. И, а тут, ну, я еще должен выходить и преподавать как-то. Не два дня, а три-четыре дня в неделю. Мне так сказали. Ну, и я такой, что делать? Где больше денег, возможно, будет? Я пошел все-таки на хореографа работать, не учиться. И сначала у меня было семь человек. С них я имел прям очень маленькие деньги. Я на тот момент снимал комнату у двух торчков. Которые постоянно приводили туда тусить, бухать с каких-то своих чуваков, курить. И я из-за того, что очень мало зарабатывал, не смог квартиру снять. В месяце два-три. Ел просто пельмени, потому что они дешевле всех. И готовил себе куриный суп. Из, знаешь, что собакам? Готовят из... Куриный суп, да. Они наваристые. Из них реально хороший суп получается. Из этих хостей. Я покупал где-то там на рынке. Эти кости и готовил себе суп. Потом оказалось, что кей-поп очень популярная дежуха. И я начал вести этот стиль. И буквально за месяц у меня 40 человек случилось в группе. У единственного меня 40 человек группы. Это когда ты понял, какой год? Что ты понял, что кей-поп это стиль? А, 17-18. Да. Да. Это был расцвет кей-попа на тот момент. И у меня была группа, где 40 человек. А у остальных в этой студии, которые уже, ну, занимаются танцами лет 7-8. У них по 5-6. Максимум 7-8. А у меня 40 человек. И они меня просто начали гнать. Почему я столько времени у них забираю? Потому что 40 человек в один зал не заведешь. Это я, получается, по 2 часа в день беру. А у остальных по часу. И всех остальных двигают. Или двигают, или убирают их часы. И у меня тогда случился конфликт с хореографами. И они все настроились против меня. И уговорили владельца студии укоротить мне время. А мне некуда людей пихать. И на тот момент я такой, типа, ок, пока. Я открою свою студию. Мы нашли где-то склад. Он убитый был весь. Прям, ну, там труба торчала. Вот такая дра. И там труба просто вот в дом идет. Мы с моей группой сделали ремонт там. Я открыл там студию. И все было прекрасно у меня. Ну, вот это был первый мой хороший момент. Когда я более-менее зарабатывал. По кафешкам ходил. Мог к кафешкам кушать и не волноваться. То, что я... У меня не хватит денег в Макдональдсе. Тогда было хорошо по деньгам. Я тогда еще с девушкой жил. У нее в квартире. У нее родители очень... Вообще замечательно устроился. Но там вообще случайно получилось. То есть сначала ей родители денег никаких не давали. Вообще никаких. Хотя родители у нее богатые. А потом узнали, что ты такие попер. Нет. Она жила у вообще какой-то подружки в квартире убитой. Ей не давали денег. Но потом в моменте ей купили квартиру. В центре города. Но есть еще... Я с ней встречался еще до этого. Я... Когда она вот в убитой квартире жила. Потом им покупают квартиру. Трехкомнатную. С камином. С плазмой. Подогрев пола. Я такой... Подогрев пола существует. И мы переехали в эту квартиру с ней. И вот тогда вообще по деньгам я как будто миллионером был. Ну хотя это не так. На тот момент это были нормальные деньги. То есть если бы я сейчас такие деньги зарабатывал, но я бы не выжил просто. А тогда было прям прекрасно. Ну мы потом расстались. Мы открыли студию. И я просто залил два видоса в ТикТок. Просто так. Это был трек Фенди. Тогда все снимали под Фенди. Я еще тогда залипал на Макса Немцева и их тройку. Я прям такой... Как круто танцуют. И все в ТикТоке. Вот бы мне тоже таких двух парней зайцев. Нет. Нет. Но, кстати, прикол. На тот момент у меня тоже были в друзьях два парня. Все мог бы снимать. И мы тогда с ними втроем переехали в столицу. В Киев. Мы жили вместе. И я вот в ТикТок снял первые два видоса. Они за два дня набрали по полмиллиона. И это было прям восторг. Это 10 тысяч подписчиков. Я такой, ого. Я понял то, что я могу туда снимать. Это будет круто. И если это кто-то смотрит. Но на тот момент это был ТикТок. Нас троих. Ну общий. Да. Общая страничка. И мы что-то там снимали. Но в моменте они не хотели снимать. Я говорю то, что надо снять. И они такие, ну потом, потом. У меня еще тогда была такая штука. То, что люди ждут, что я туда что-то сниму. Что мы туда что-то снимем на тот момент. Я говорю, смотрите, делаем так. Вы хотите снимать? Вы снимаетесь. Не хотите? Я переименовываю ТикТок на себя. Где-то через два дня я переименовал на себя. И это уже лично мой аккаунт был. И вот тогда были просмотры. Прямые эфиры тогда вел. Это было вот три года назад я завел ТТ. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Что-то там сто тысяч подписчиков бахнулось. Такой, пау, круто. И я понял то, что, ну мне не нужна вообще. Я работал тогда хореографом, но я не хочу развиваться в этой сфере. Потому что мои знакомые хореографы, которые популярны меня были на тот момент, они, ну, не зарабатывали прям очень много. Я занимался вот этим ТикТоком и Инстаграмом в тот момент. Но ты тогда уже был ярким, да? Когда ты нашел вообще свой стиль? То, что тебе нравится? А, а, это в брови, в мореходке. И я впервые накрасил глаза в мореходке. Когда приколив все-все быдло там сидит, и я такой, сейчас мне надо накраситься. Я покрасил глаза. Ну, такой серьезный мув, на самом деле. Почему ты так решил? Я не знаю. Ну, скорее всего, из-за того, что меня булили, из-за того, что у меня узкие глаза, я хотел их сделать чуть шире, чуть больше. И я с того момента просто каждый день подвожу глаза. До сих пор? Да. Тогда это было карандашом каким-то. Сейчас это уже у меня косметичка есть своя. Я уже там разбираюсь, как тон там делает на лице. Но это с того момента пошло, прям с мореходки. Ну, а когда ты накрасил тогда в мореходке, ты, ну, понятное дело, взгляды какие-то были? Да, но никакого конфликта не было почему-то. Удивился даже? Угу. Может, быдло не замечало. После мореходки ты уже как-то себя свободнее чувствовал, да? Ты уже в городе, в столице. Я еще тогда перекрасил волосы в блонд. Желтый такой, противный блонд. Дешевый это, дешевым осветлителем в общаге. И ходил вот такой вот. А когда я в столице был, это была ошибка покрасить волосы в розовый цвет. Это рассказывал на интервью каком-то там. Я в розовый тогда перекрасился, меня выловили какие-то три пацана в маске. И вот. Залили клеем тебя, да? Да. Ты слишком сильно привлек к себе внимание. Ну, там прям розовый такой, намного ярче этого. Прям розовый-розовый цвет был. И прям там меня облили супер-клеем. И я понял то, что, ага, вот так лучше, ну, не надо. Да и все. Ну, я тогда подстригся пришлось. И я больше в розовый никогда в жизни не красился. И больше не покрасишься? В розовый? Да. Сколько денег? На усы за пять мультов. Нет, кстати, за пять мультов я бы обновил волосы. Потому что они тоже перекрашенные, убитые. Но больше такого, прям вот такого не было. Были еще какие-то неприятные моменты? Конечно. Это, ну, это надо понимать то, что это в 17, 18, 19 годах, год, тогда прям нельзя было так ходить, как будто бы. Сейчас уже поспокойнее везде с этим. Сейчас реально я и... А сейчас я не хочется особо краситься. Я черный цвет. Настроение нет. Да, черный цвет круто. Ты ведешь свой тик-ток, развиваешь блог и забиваешь там на все другие работы, да? Ты просто получаешь деньги с блога, правильно? Или как? Да, я больше... Да, я больше нигде не работаю. Когда в твоей жизни появились тик-ток дома? В... Когда у меня было 300 тысяч подписчиков, спустя полгода после того, как я вел ТТ, и меня позвали в хаос, полу-ноунейм хаос. Но там были прям популярны чуваки. То есть я со своими 300 подписчиками пришел в хаос, у кого от двух миллионов до восьми. И я такой, здрасте, мне так тогда было противника там находиться, потому что как будто бы на меня все смотрели с высока. Потому что вот мы такие... Нет, вообще не из-за этого. Я не с ними вообще не хотел снимать. Почему тебе тогда нужно было в хаос идти, если ты с ними не хотел снимать? Нет, смотри. Я с ними хотел снимать до того, как я туда пришел. Я пришел, вступил уже в хаос, и началось вот это вот поведение. И я с одним чуваком там что-то поснимал чуть-чуть. Ну, знаешь, там тоже заставляют, что ты коллабы делал. Я чуть-чуть там снимался, но у меня не было желания, чтобы с них просмотры вытянуть. Никогда такого желания там не было. В моменте я снимаю видос под... No name, тайский трек какой-то. Просто там двигаю плечами в видосе. Он набирает шесть лямов и уходит на зарубеж. В зарубежной реке. И вот с этого момента, это отправная точка, считай, ну, второй день рождения моего тиктока. Потому что вот тогда пошли просмотры, на меня тогда подписывались по сто тысяч человек в день. Какие странные это были? Это было Мексика, Мексика, Америка. Ну, испанские больше, испанские. Ты говорил еще Бразилия на тебя. Бразилия прям очень сильно хорошо подписывалась. Это было прям круто. Что я просто каждый день так бам-бам-бам, и у меня уже лям, потом еще лям, и это очень быстро происходило. Ты так быстро рос, и у тебя фишка была в том, что ты снимал ролики без привязки к там, к своей... к своему языку, к тому, что ты снимаешь танцы, и они показываются всем вообще. Да. Ты сейчас как думаешь, это плюс или минус? То, что у тебя вот такой вот мультинациональный аккаунт. Смотри, я прилетел в Мексику год назад, и меня там как будто бы весь город знает. Я прилетел. Как это было? Я никому не говорил, что я туда лечу. Вообще не в сторис, нигде. Я прилетел, мы с ребятами тогда с дримом, полудримом прилетели, и мы заселились в квартиру, и буквально на следующий день я остался один в квартире. Ты выглядываешь из окон, и там люди стоят, да, с плакатами. Ну, почти. Я сидел вот так на диване, у меня верха не было, но я дома. Меня никто не знает. Я что-то сижу в телефоне, смотрю YouTube, и какие-то блики мне в глаза. Я думаю, что происходит там? Я вышел посмотреть на балкон, и там две девочки стоят, так машут. Я думаю, ну, не мне же, я же в Мексике. Типа, ну, никто не знает вообще, что я здесь, и меня там никто не знает. Они машут, я говорю, мне? Ну, они же не знают языка. Я такой, они такие, да. Я выхожу, такой, ну, угу. Я вышел, они такие, ну, на испанском сначала начали говорить, потом на английском, кинетики фото, и они сфоткались, и, бро, на следующий же день там стояло от десяти человек каждый день. Каждый день не было в Мексике, чтобы там никто под домом не стоял. Каждый день туда орали, чтобы я вышел. В моменте мы уехали утром на аттракционы, нас весь день дома не было. Я приезжаю вечером к дому, и там стоит человек двадцать, и все хотят сфоткаться, и некоторые говорят, что они с самого утра ждут. Девочка была, которая попросила папу ее туда привезти, чтобы они приехали с другого города, чтобы сфоткаться. А у нее еще день рождения сегодня. И так каждый день было. У меня сладостей, игрушек с Мексики столько было. Ну, если что, мы туда пошли на Six Flags. Это один из самых популярных этих парков развлечений. Мы сходили, все там круто, там тоже фоткали со мной. И после этого я нахожу, дома сижу и нахожу в директе сообщение от Six Flags в Мексике. Что типа, почему вы не сказали, что вы к нам придете? Мы бы вам сделали вип-билет там, типа вы прошли бы себе спокойно, и за вами бы послали бы еще охрану. А я в Мексике. В этот момент тебя щелкнуло, да? Что ты... Я оказывается популярный. И потом мы еще как-то прилетели в Армению. Я вообще не знал, что меня там кто-то знает, потому что Армению мне в статистике вообще не показывается. Вообще нигде ни в Инсте, ни в ТикТоке нет. Мы прилетаем, и сначала один человек узнал на улице. Я думаю, ну, может быть там по древу знает. Второй. И потом ребята мне предлагают сделать мастер-класс из Армении танцевальный. Я такой, ну, никто ж не придет. Ну, смысл? Такие-то мы сейчас организуем, там наши ребята придут. Такой, ладно, если еще сделайте, ну, давайте так, если наберется 20 человек, то мы не будем делать его. Они такие, окей. Они выкладывают это у себя на странице. Только у себя. Ты... Я не репощу, ничего не делаю. За час распродались все билеты на первый мастер-класс. И они звонят мне, говорят, типа, вот распродались. Я не верю. За час, бро. А сколько там? Но на первый мастер-класс пришло 30 человек. Максимум 30 было, потому что зал маленький. Да. И они говорят то, что на первый мастер-класс все распродалось. Они говорят, делаем второй сразу же после этого. Я такой, конечно, делаем. Но смотрите, на второй никто не придет. На второй тоже фул все записались. Каждый мастер-класс был по полтора часа. Я больше бы просто физически не вытянул. Я бы сделал третий бы. Но я там просто с дружкой не буду. Ну, конечно, да. И потом они говорят, сделаем фан-встречу. Давайте по приколу сделаем. Тоже, это же команда танцевальная. Они сами организовывают, типа. Я такой, да все уже видели меня. Вот 60 человек они были. Все поздоровались. Кому еще надо туда приходить? Они делают эту фан-встречу. Я все, что делаю, то репощу их пост себе в сториз. Если еще тогда было просмотров на сториз, ну, 1080 всего лишь. Я всего лишь говорю это, учитывая, что меня смотрят не только в СНГ, а еще в других странах. Я сделал репост. И на следующий день еду на эту фан-встречу. Просто, ну, я думаю, ради приличия я там приду. Там человек в 50-м будет. Очень круто будет. Ну, там очень много было народу. Очень. У меня где-то был видос, что там от 500 точно человек стоит на жаре. Потом параллельно эти же стоят. Я же всех с всеми фоткаюсь. С каждым фоткаюсь, здороваюсь, подписываю. И оказалось, что через эту фан-встречу прошло через, ну, через меня где-то тысяча-полторы человек. В Ереване. И, ну, я в шоке. Столько подарков туда еще забрал. Было очень круто. Есть еще офф-топчик. Была история то, что Йола Хаус прилетели в этот же Ереван как-то зимой. Тоже сделали фан-встреч, приколи Йола Хаус. Да. Самый популярный, один из самых популярных хаусов в мире. Да, в мире. Как они называют? Они прилетают в Ереван, и они собирают человек 150-200. А я один такую толпу тогда собрал всего лишь одним репостом. А они к этой фан-встрече готовились где-то, анонсили ее недели две-три. Каждый у себя в сториз. То, что это будет. Я не знаю, как это сработало. Я не знаю, почему у них меньше. Я не знаю. Но мне нравится это. Ну да. Кому не нравится? Я не то, что я не хейчу, если еще Йола Хаус. Вообще не хейчу. Я даже... Я, возможно, даже их продюсеры хейчу. Больше. Ну, прям очень сильно. У них прод прям, ну... Как только прилетел в Казахстан, мы очень много общались с ребятами из Йолы и Бипов. И они мне нравились. Мы с ней общались очень хорошо. И Биповцы мне нравились. Все было прекрасно. И мы тогда как раз до этого нас шиперили почему-то меня и луну. Постоянно. Всегда. Мы даже не виделись друг с другом. И я прилетел, мы увиделись, начали снимать. Это вообще, там такие просмотры были. У меня на втором аккаунте, на котором 300 тысяч подписчиков на тот момент было, у меня видос набрал Лямы 2 с Луной. Просто какой-то рандомный видос. И я такой, о, круто. И мы снимали. Это было в профит и мне, и им. У них были просмотры, у меня были просмотры. Все круто. Но в моменте... Как это было? Мы с Дремом приехали в Казахстан. Нам нужен был новый чел в команду. Просто кто-то. Ярик мне говорит, смотри, это может, поузнавай, кто хочет. Вообще из всех. Я такой, окей. No problem. Я общаюсь всегда с Йола. И мне Радик, Райдес. Сколько у него там? Не знаю, сколько у него миллионов. Он популярный. Райдес просто сам мне говорит, что он хочет уйти из Йола Хауса. Я такой, угу. И через день я ему говорю, брод, если хочешь уйти, если что, нам в Дрем нужен чел. Если хочешь, можешь к нам прийти. После Йола Хауса. Он такой, о, прикольно. И он потом мне говорит то, что вот все, я решил, я буду уходить из Йола Хауса, буду переходить в Дрем. Можешь меня с Яриком связать, чтобы я поговорил, как это будет происходить? Условия. Да, да, вот про условия. Я такой, no problem. Мы садимся за стол. Я, я помню, Ярик, Радик сидит. Я здание еще пришел туда, за этот стол. Я снимаю сториз. То, что мы сидим в таком составе. Они прекрасно поговорили, Радику все понравилось, все условия понравились. На следующий день Радик мне говорит, я решил, что я останусь в Йола Хаусе. Я думаю, ага, что-то не так. По чуть-чуть меня отрезают от всех, от Йолу и Бипов. Со мной никто не, то ли не хочется, не хочет общаться или не может. Я такой, а что происходит вообще? Я как-то там узнаю, есть, короче, Йола, Бип был, еще какой-то мини-хаус, вот как SkyFamily XO, вот SkyFamily, типа, вот в Казахстане тоже есть такая штука, что есть мини-хаусы. И мне девочка оттуда говорит то, что продюсер Йола Хауса запретил с тобой видеться всем. Я такой, а почему? Он говорит то, что ты всех хантишь к себе в хаус. И то, что ты крыса, шпион, все такая движуха, бро, наполнитель, шпион. И я такой, что за бред? Но я такого вообще не делал. Если что, Радик самый первый, сам первый заговорил о том, что хочет уйти с хауса. В итоге, в моменте, я дружил с девочкой из вот этой мини-хауса. Да. И он ей запрещает видеться со мной еще. И я такой, что за бред? И потом он начинает меня на других мероприятиях, там, где бывают Йолы, Бипы, про меня говорит какую-то дичь постоянно. Угу. То есть нет, чтобы со мной встретиться и спросить меня, что ты, как ты забираешь, хочешь ли забрать кого-то или что ты делаешь? Он не встречался со мной ни разу. Он просто начинает на всех мероприятиях говорить то, что я хуёвый. Ну, эээ... За спиной? Да. Да, я пытался с ним встретиться, он постоянно находил отговорки и все такое. Приколи, эээ... На любом мероприятии он просто говорит, если речь заходит обо мне или о дриме, он говорит то, что весь дрим плохой, и Йоджин крыса, шпион, который хочет меня всех забрать. Ну, а мне не нужен был никто. Просто Ярик спросил, если есть кто-то, го возьмем, что нет? Нет. И вот, и на тот момент я очень сильно загрызся с Азатом. Это было Азат, вроде, зовут. И было еще мероприятие в Алмате. Организовывалось за две недели до мероприятия. Меня пригласили на это мероприятие, чтобы я там был. Туда позвали Hello House из Сеула. И, типа, оно анонсировалось как мировой фестиваль тек-ток-звезд. У меня на тот момент 17-18 лямов подписчиков. У чуваков, кого туда пригласили, у некоторых там даже ляма не было. И они на этом мероприятии. Меня за две недели до пригласили. Я такой, о, круто, пойду. Я в последний день беру смокинг в аренду. И мы с другом тоже берем. Я ему тоже взял. И собираемся. И нам звонят то, что вот вы... Что нам сказали? Мест не хватает. Вы, типа, не пройдете. А мы уже собраны. И мы в костюмах, в галстуках такие. Сняли это в аренду. И такие, что за бред? Я беру менеджера и говорю, мы едем. Мы едем разбираться. Потому что, ну, пахнет жареным. Мы приехали. И я такой, а приколи-то вот Азад, продюсер Йола, сказал, чтобы никого, типа, Тенни Джин и его тусовку не пускали. Я это так, в шутку сказал. А мы приехали. И там организаторы стояли. Мы спрашиваем у Оргов, а в чем проблема? Почему мы не можем пройти? Вы нас пригласили за две недели до. Знаешь, какая у них отмазка была? Там участники фестиваля привели родственников, родителей. И столы все заняты. Там, типа, нет места. Я говорю, вы мне, считайте, за две недели до забронировали место за столом. Как вы мне сейчас можете говорить то, что там родственники чьи-то пришли? Мы начинаем вызывать главного организатора. В итоге выходит не главный организатор, а Азад. И он такой, ой, а как это так получилось, что вас не могут пропустить? Я сейчас пойду разберусь. Он идет разбираться. Выходит, нет, там никак не получится. Мне в итоге потом сказали то, что это Азад организовал то, чтобы меня не пустили просто туда. У меня жопа тогда сгорела очень сильно. Я ненавижу, когда мне говорят то, что вот что-то будет. В любом случае, в любых ситуациях. Что это будет, и оно потом отменяется. И меня там не ждут. Это бред какой-то. А Азад вроде сняли с должности продюсера Йола. Вроде бы. Но в комментах напишите, кто знает. Надеюсь, его сняли. Может быть, наконец-то участникам Йолы и Бипхауса можно с тобой разговаривать? Нет, все еще нельзя. Там же есть, кроме Йола и Бип, их держат братья. Это монополисты в Казахстане по тиктоку. Они устанавливают ценник, потому что у них два огромных хаоса на Казахстан. И поэтому у меня еще с ними борьба. Потому что как-то приезжали в РГЛО, корейская кей-поп-группа, в Казахстан с концертом. И у нас запланирована была встреча с ними. Фотосессия там и все такое. В тиктоке надо было поснимать. Азад любыми действиями пытался предотвратить, чтобы я с ним виделся. Потому что с ними должны были видеться Йола и Бипы. И он хотел, чтобы все, только вот они и увиделись. В итоге меня все-таки согласовали, потому что это не в Казахстане группа прилетела. Ну типа не казахская группа. Это корейская, у которых сэм-менеджмент, которые они уже давно решили, что я там буду. В итоге я приезжаю, а он не знал, когда я приеду. Он увидел меня и в этот момент отвез всех своих вообще. Чтобы они вообще со мной не контактировали. Он Йола-Бип забрал и остался сам там. И я туда тоже приехал, отфоткался. И вот стоим я, мой менеджер, Азад. И он такой, вот мы с Юджином так дружим. Он такой очень крутой и хороший парень при мне, говорит. Я такой, я, блин, я с ним не общался в этот момент. Я стою где-то в сторонке, ружу, а там мой менеджер с ним общается. Но это была наша последняя вроде встреча, там где мы контактировали. И он пытался отговорить меня, чтобы я не виделся в свергу. Точнее, не меня отговорить, а их. Это максимально какой-то, ну, как ребенок действовал в тот момент. Я не понимал то, что как может ребенок держать такие хаосы. И странно, что ты же это вообще не выносил на публику. Нет, почему? Про фестиваль? Нет, про Азад? Да. А мне мой менеджер сказал то, что не надо. Я сказал сейчас всегда говорят. Я сказал то, что на тот момент, потому что я в Казахстане, я не мог как будто бы это говорить, потому что я считаю, посрусь с самыми главными, кто держит вообще весь рынок там. Вот я не могу тут рассказать. Но сейчас я на контракте, у меня есть стабильный доход. Я вообще все равно, потому что контракт, который у меня есть, он раньше был у Йола и Бипов. И сейчас их в этом контракте нет. Всех заменили только мной. Я единственный блогер, именно тиктокер, который танцует и все такое, в этом контракте. Самсунг обожаю вас. Это было мощно, бро. Это было мощно. Они были амбассадорами. Сколько? Года? Ну, год. Чуть меньше года. Все они. Вся толпа. Два хаоса. И в моменте просто их всех убирают. Ставят меня. Это были баснословные деньги, мне кажется, которые они... Я не представляю, сколько они с самсунгами платил. Это же всех кормить эту ораву. Я молчу, что там тиктокерам с этого хаоса выплачивают прям чуть ли не копейки. Бро, они так живут плохо. Ну, ты к ним в хаосу хочешь, ты как будто бы не в хаосу хочешь, я не знаю, просто какой-то дом. Там никаких аксессуаров. То есть, если я был в Иксо, именно посмотреть, что у них, как у них... Очень хороший и красивый дом. Он очень вот тиктокерс. Там панорамное окно здоровое, двухэтажное. Я прихожу к этим в хаоса, они загребают больше у них просмотров, больше у них подписчиков больше, а там хаос выглядит как будто бы просто кредитерем домой заехал. Ты сейчас просто вскрыла одну большую проблему, мне кажется. Я про Йолой Биг могу еще поговорить. Там... Я в моменте хотел подкаст сделать, а потом с ними, с кем-то из них. И рассказать о проблемах, которые там происходят. Да. Но я потом понял то, что им закроют рты. Есть ли кто-то, кто вышел оттуда? С кем можно поговорить? Или там... Там даже сейчас хома нет в Йолой хаосе. Но я уверен то, что ее любыми способами будут затыкать, если она захочет об этом поговорить. Никто... Ты хоть раз слышал вообще о проблемах Йолой Биг хаоса? Нет. Я слышал только, что это мощные тикток аккаунты, которые только растут, завоевывают мир. Никто не расскажет то, что там что-то плохо. Им угрожают огромными штрафами. Огромными. А они подписали контракт? Да. Они все на контрактах. Я почему обожал и обожаю Дрим? Потому что у нас не было контракта. И нет. Блин. Очень интересно, на самом деле, вот эта была история. Потому что... Ну, об этом реально никто не знает. О том, что происходит за кулисами вот этой красивой картинки, которую... Там же ребята тоже снимают. Ну, все красиво вроде бы выглядит. Ну, как им снимают контракт. В хаосе? Да. Нет, нет. Я имею в виду видосы, которые они постят. Ну, типа такие дружелюбные, веселые. А как? Что там происходит за кадром? Там вообще ад, бро. Там я наслышан о внутренней кухне, как это говорится. В Йола вебхаусе. Там прям... Но они еще дети, поэтому, наверное, это все им легче переносится. Потому что, ну, как бы взрослые им говорят, что делать. И они слушают. Да, да. У них это как отцы. Там еще в Казахстане такая штука, то, что ты не можешь взрослым как будто перечить вообще. То есть это взрослые люди, и ты с ними должен считаться обязательно, в любом случае. А они еще не на контракте. Когда им говорят, что их закроют сейчас дома, им надо будет снять 40 видосов на общий аккаунт. 40 видосов на общий аккаунт. Им надо снять за полдня. За полдня. Да, ну их днем загоняют и говорят, вот до ночи вы снимаете 40 видосов. И это только на общий аккаунт. По 15-20 на свой. Приколи, каким... Ну, какое говно? Это от 30-го видоса получается. Там же просто уже шлак подается подписчикам. Ты, скорее всего, просто видишь... Закрепленные самые большие. Закрепленные и те, которые прям взлетают там очень сильно. Да, это, скорее всего, как раз первый, который снимается с энтузиазмом еще. Но когда ты снимаешь у 31-32, само собой, это уже плохая картинка. Приколи, ты сейчас 20 интервью проведешь за раз. Ты же на 20-м просто вот такого ты же будешь. Как и они. А их заставляют так делать. Да и они не особо... Хотят уходить. Возможно, им комфортно. Ты не думал о том, что... Те копейки, может быть, для тебя это копейки, но которые они получают. Я когда на старте с ними всеми общался, когда мне можно было с ними общаться, каждый, каждый, кто со мной из них разговаривал, они говорили, как же плохо у них там все. Потому что они не знали, что это превратится все вот в такое, что мне азат запретиться с ними общаться. Они думали, ну, мы поговорят. И они всегда спрашивали, а как у тебя в хаосе? Ну, как у меня в дриме, типа. Я говорю, пацаны, вообще таких проблем нет. Вообще. Они на продюсерстве, им запрещают делать что-то без уведомления продюсера. Что-то делать, это я тебе не говорю пойти на какое-то интервью. Я тебе говорю остаться ночевку там у кого-то. Что? У меня как-то был участник, я не буду называть, Ник. Участник, двое участников взяла, были у меня в квартире. Тогда еще нам можно было общаться, более-менее. И звонит ему азат, или кто-то там еще может, и говорит то, что типа, что ты у него там делаешь. А тогда было Зелла, или как? Отслеживать людей. Зенли. Зенли. И он отслеживал каждого. Он каждому говорил устанавливать это приложение. И чел у меня в квартире находится. И он ему звонит, ты что там делаешь? А мы в Бравл Старс играли, бро. Просто гоняем в игру на телефоне. Он такой, мы играем в Бравл Старс. Он такой, уходи оттуда сейчас, а то будет плохо. Он уходит. Просто он такой, ну он весело-весело сидел, и резко паник. И такой, бро, надо идти. Мне потом уже рассказали, что ему говорили. Потому что на тот момент я не знал. Приколи у него в голове, как будто бы я их привожу в квартиру, вот доску достаю, я им рисую. Ребята, плюсы Dream Team'а, минусы Yolo House'а. И я стою там с документами, говорю, подпишите контракт с Dream Team'ом. Ну, наверное так, потому что он боялся, что я их к себе заберу. А кто боится? Кто бы боялся, если бы у тебя был бы прекрасный хаос, от которого никто не хочет уходить? Конечно, когда у тебя все участники, ты знаешь, что у тебя все участники боятся тебя, и им, и у них профи-то больше будет Dream'е, чем у тебя. Он вот это, он вот это знал изначально. И из-за этого боялся, что я их заберу. Потому что, ну все участники жаловались. Это вот если Азад ты смотришь это интервью, ну реально у тебя все участники говорили мне, что они не хотят там быть. Все. Я думаю, он посмотрит. Он за тобой сидит. Ну скинут сто процентов. Знаешь, чем мне эта ситуация напомнила? Мне эта ситуация напомнила Северную и Южную Корею. В Северной просто. Да, да, да. Им ничего не рассказывают, им показывают, что вот мы самые мощные, если мы стильные. А там буквально рядом, границу перейти, там настоящая жизнь. А прикинь, это все-таки у участников Йолла Хауса есть телефон, и они могут посмотреть. Это интервью? Как думаешь, они что-то в своей жизни поменяют? Нет. Вообще. Но они смогут. Они все на жестких контрактах. Ну приколе, это то же самое, что прийти в суд, сказать то, что я отказываюсь от отца. Я понял. Отец придет и скажет, да он? Да. Собейте вообще. Жуть. И тут рядом с нами, в такой развивающейся, классной стране, как Казахстан, такое происходит. Проблема в том, что происходит там. Внутри, да, там. Мафия, тик-клок мафия получается. Получается так. Азад плохой, это одно. А когда вот полностью всю картину рассказать, вот как я сейчас здесь рассказываю, и то я умалкиваю там тоже некоторые ситуации, о которых лучше вообще не говорить. Ладно, скажу. Нет, подождите. Почему я так сильно ненавижу Азада? Потому что в моменте я шел в бар заказывать там что-то, какой-то напиток. Меня стопает какая-то компашка и типа, го выпьем. Я стою с ними, а там дядя. Я такой, ну, что-то не хочется. И они просто начинают со мной общаться. А вот ты вот с той девочкой общаешься, ну, ими называют из мини-хауса. Я говорю, чего? А там дядя стоит и разговорит со мной. Он, я такой, ну, да. Он такой, не общайся с ней больше. И прямо на серьезке. Сначала он такой веселый-вселый, не общайся с ней больше. А то будет плохо. Это что вообще? Ну, это, это, но и так нельзя. Я, я потом вышел, я такой, типа, да, да, и вышел на улицу к пацанам к своим. Я говорю, типа, другу то, что вот такая вот ситуация. Те мужики выходят на улицу, тоже. Там человек пять и нас четверо. И они говорят, что это проблемы какие-то? И начинается чуть ли не драка. Слава богу, мы на там улице стояли, разговорили рядом с охраной. И охрана разняла. Жесть. И это последняя была капля. Уже вот, вот должен был все рассказать, но я понимал, что, ну, тупо будет это сделать просто. Что это мне надо будет записывать реально YouTube-видос в нулевой канал, потому что мне туда YouTube не ввел. Если бы это сейчас случилось, когда у меня там, ну, 100 тысяч уже есть, я бы рассказал на YouTube-е у себя. Этот, ну, вот этот мужчина, он получается как-то связан с Азатом? Да, да. Возможность этой же компании. Ну, просто они, очевидно, тебя знают и... просто выловили. Случайно. Я не уверю, что они следили за мной, что я в этот бар зайду. Просто увидели, о, можно нагнать. В октябре тебе написал продюсер Dream Team, Ярослав Андреев, с предложением вступить в хаос. Все так? И я такой, ок, я потом, чуть позже отвечу. И в этот моменте начинается жопа в хаосе, в котором я был. И они, чё предлагают чел нам, продюсер? Он говорит, вы пять дней сидите дома и жестко снимаете видосы, потому что у нас тогда общий аккаунт потух. Я такой, чё? Пять дней хочешь, чтобы мы сидели дома. Никуда не выезжали, а это за городом было. Он такой, да. При всех мы разговариваем. на эту тему. Он такой, есть две уважительные причины. Или проблема с родителями, то, что тебе надо выехать, там, помочь с ним, им что-то такое. Или болезнь какая-то, или что-то еще. В больницу тебе надо. Всё. Если не это, то ты пять дней сидишь. Дома. Я говорю, чё? А что будет, если я этого не сделаю? Типа, если я уеду, и я не буду сидеть пять дней дома. А у меня параллельно, да, от хаоса было больше рекламы. То есть хаос давал очень мало рекламы, а я в соло зарабатывал намного больше. Только что сказал, что от хаоса было больше. Это я случайно. Параллельно от хаоса. Хаоса. Да, да, да. От него. Отдельно от хаоса. Мне хаос давал копейки, как и всем участникам остальным. И я говорю, чё будет, если я это не сделаю? Если я не хочу сидеть дома? Потому что съемки. Хотелось бы на съемках быть, потому что я блогер. Он такой, вот мы, пожмем руки, и ты уйдешь. А я в моменте, с мыслью, то, что я уже в дриме, ну, если что, меня вот это вот не говорит. Мне просто отношение к участнику, у которого самые большие цифры в хаосе. Вот такое вот то, что ты уйдешь, ты мне не нужен. Я говорю, ты прикалываешься. Я говорю, ну, я ухожу. Он такой, ок. Я поднимаюсь себе наверх в комнату, открываю директ, и мне еще пишет, Габи мне пишет, типа, го к нам в хаос. Я такой, дрим, и вот это хаос. Ну, это все. Я этим уже попрощался с этими. И я говорю Ярику, типа, го, но мне нужен месяц перерыва. Добить рекламы здесь, в том, не в том хаосе, а именно в том городе. И пожить одному чуть. Я живу один. И как раз вот в этот, за этот месяц у меня была девушка там. Мы встретились у меня на дне рождения, 30 сентября. И, но, когда я узнал про дрим, я сказал ей сразу то, что вот если что, я улечу. Я такая, все окей. И мы прям очень сильно начали встречаться. Отношения прям хорошие были. И в моменте, вот уже чуть ближе уже к отъезду, было очень больно прям расставаться. Прям, ну, рыдали оба в аэропорту. Но я все-таки улетел в дрим. Потому что я понял то, что больше денег будет. Больше всего. Ну, сидеть на месте ровно или вот уже дрим приглашают. И плюс, я такой человек, что плыву по течению. Зовут, ок. Не зовут, не ок. Все норм. И меня позвали, я такое, хорошо, я полетел в дрим. Почему тебе казалось, что рентим это круто? Не знаю, они не нравились. Ну, именно, чтобы за кем-то следить, никто из них не нравился. Вообще, типа, я их даже некоторых вообще не видел в ТикТоке. Но я знал слово Dream Team и я знал Даня Милохин. Все, что я знал о Дриме вообще. И я больше ни за кем не следил. И задание тоже не следил. Не был подписан нигде. Максимум там, знаешь, в каких-то шоу он там видится, снимается. Я вот смотрю это шоу. Он в том, как участники, такой, ну, прикольно. Это как с Чебода было. Я смотрел Чебода и появился там Дань, такой, можно посмотреть. Все, это максимум, как я следил за Дримом. Прилетел. Ты вроде говорил, что тебе еще Иксо писали тогда. Это потом, как оказалось. Мы в Дубае полетели с Дримом. Я встретился тогда с Иксо-шной командой участников. И они сидят, типа, такие говорят, а ты в курсе, что мы тебе должны были за полгода до Дрима позвать? То есть, они меня должны были позвать в Иксо летом 21-го. Я такой, дед, почему не позвали? Они мне сказали, что это вот между участниками все обговорилось, но кому-то из продюсеров я не понравился или что-то еще. Как-то продюсеры не сошлись в мнении о том, что я там нужен. А там как раз Кика в это меня стреляла. И как будто бы должен, хотели сделать вот такую вот комбинацию. Пару, да. Они любят пары. Да, и скорее всего на это бы хотели вылететь. Но почему-то кто-то из продюсеров был вроде против. Вот так я не попал в Иксо. Ну и не хотел бы, наверное. Да мне вообще все равно было. Ну типа Иксо Дрим любой, который впервые он написал бы, я бы скорее всего полетел. Потому что это все равно тоже Иксо я тоже слышал. И видел, наверное, их ТикТоки. Я видел Кику только. Кика начала стрелять в одночасье со мной. Ну как же она быстро полетела. Мать моя женщина. Еще вовремя ее позвали в этот Иксо, где она еще больше начала набирать. Я еще сначала следил, как мы вот так вровень идем. Потом такой да, до свидания все уже. Я, ну никакого хейта. Мне просто большая молодец, что она не останавливалась. Вот она схватила эту жилку и как полетела на ней. Я такой, ну молодец. Я не хейтил ее вообще никак. Ну а те, что мешало так схватить и полететь? Я схватил, но летел чуть помедленней. Я не знаю. Может, ты пацан? Возможно. Возможно, что девочки азиатки нравятся всем. И это даже, ну типа и парням и девушкам. Парень азиат, парням особо не сильно понравится. И там уже как раз из-за того, что и та аудитория лайкает, и эта аудитория лайкает, и комменит это все. Конечно, она прям взлетела на сколько там? Сука у нее видос самое большое просмотрение? 120 лямов вроде бы. Может, больше. космический цифр. Давай вернемся к Дриму. Ты прилетаешь в Москву. Да. И что, залетаешь к ним сразу в хаос? Да, я после аэропорта сразу к ним в хаос приехал. И они меня встретили гимном Китая. Ну, типа мем, шутка, вау. Тебе как нормально было? Ты вообще понял, что ты был гимном Китая? Ты же, наверное, не слышал. Я понял, знаешь, как почему? Они на плазме бахнули, и там флаг вот от Китая. И слова китайские. Да, мне прикольно было, потому что, да я никого не знал, я боялся то, что повторится вот первый заход в хаос, потому что тут все популярнее меня. Даже не по цифрам, по цифрам я там помиди. Четвертый был. Просто помиди. Я пролетаю такой здравствуйте, здравствуйте. Меня ребята встретили, все хорошо, я заселился, и просто пару дней просто так сидел на кровати. Интроверт такой. Не стрёмно было вообще что-то делать. И потом они все договорились, что меня объявят через неделю. Почему-то. Потому что неделю поддержат. Они сфоткали меня как-то там, чтобы лица не видно было. Типа, кто же у нас? И я неделю не мог ни с кем снимать. Это я в принципе не хотел. Круто, что так сделали, потому что мне очень страшно было с кем-то снимать. Залетает Даня на третий день моего пребывания. Говорит, го видос с ним. Я говорю, бро, Ярик сказал нельзя. Ну, типа, палить нельзя меня. Так это гусеник. Ок. Ну, ладно. Даня Милохин. Просит с ним взять видос. Мы снимаем видосы. Это было по трек Love 66 Sex. Секс. Мы туда Даня Милохин что ждать. Да, мы сняли и я ему говорю еще раз, типа, бро, Ярик просил не выкладывать меня вообще нигде. Ну, отключаю ему, напишу. Он пишет Ярику, Ярик говорит нет, он выкладывает в этот же момент видос. Я такой, ок, тогда я мне снимем. И мне мы сняли с ним. Это первый видос, с кем мы с Дрём у меня был, это с Данией. И мы мне сняли, и потом мы поехали по его делам где-то там кататься. Ну, просто выгурил меня, считай. И вот с Данией больше всех заобщался вообще в принципе. И для меня было удивление, когда он со мной больше из остальной компании, больше всех он со мной общался, типа, на тот момент. А другие со мной особо не общались. Они пытались что-то там, привет, пока, что там, как дела у тебя? И все. Даня, это единственный, с кем я общался. Потом еще подключилась Аня, что очень странно. Я вообще думал вообще, типа, Даня и Аня последние, кто со мной заговорят и захотят со мной говорить. Даня и Аня очень со мной хорошо общались. Мы с Аней даже по душам могли просто поговорить. Очень круто было. Вот. Было круто. Я же еще, как получилось, мы... Я прилетел, и через неделю у Дани Дыре было 5 декабря. И Даня устраивал огромную тусовку. Я прихожу на Дыре, я помню, что я ему ничего не подарил, денег не было, чего ему буду дарить. Я пришел, идет тусовка и подходит ко мне Медведева Женя. А ей нравятся азиаты. В большинстве она смотрит драмы вроде бы, кей-поп слушает. И она начинает со мной разговаривать. Мы выпиваем. И в моменте мы вдвоем с ней танцуем в кругу всех. Потом, где-то там далеко, мы уже вальс танцуем вместе в обнимку. на следующий день я просыпаюсь, 6-го декабря. Женя Медведева? Не-не-не-не-не-не. А было бы так, потому что после Дани Дыре мы поехали в караоке. И в моменте мы сидим вместе, а мы первые поехали туда, в этой караоке. И мы поехали только вдвоем. Никого типа не брали. Мы сидим, я и Женя здесь сидит. Приезжает блогер когда-то, начинает к ней подкатывать. А мы, я ее первый раз вижу. Но мы типа за ручки держимся уже какого-то. Она, ну, я в шоке. И, а он к ней подкатывает. А я не знаю, как ее защитить, типа, и надо ли? Потому что как будто бы мы ей не знакомы особо. Но ты вообще ничего про нее не знаешь. То, что она фигуристка там, или что она там... Я не знал. Да? Я вообще не знал. И, я, я типа, как-то пытаюсь скинуть, типа, бро, если еще мы тут сидим, все, не надо, так типа к ней приставать. В моменте я вижу то, что она сильно раздражена от него. Она говорит, Юджин, я поеду домой, спокойно. Я вызываю такси, сажу ее в машину и все. Утром я просыпаюсь, мне скидывают Мози, Мози Монтана, сториз чью-то, то, что... Или ТикТок, ТикТок ей попался. Ярик мне скидывает то, что ТикТок какой-то, ему тоже ТикТок какой-то попался. Все, что они мне кидают, это почти одна и та же вылезка. Кто-то снял сториз, то, что мы с Женей танцуем, то, что мы где-то там обнимаемся, и это разнеслось везде. А это мой буквально, ну, седьмой, шестой день в Дриме. Ярик такой, ты молодец, вообще, подхватился. Я говорю, я не специально, оно само так получилось, я даже не знал, что так получится. И вот мы потом с ней встретились, на Дре, Аня еще, и тоже начали таксевать, все такое, общаться. Она задала вопрос, а мы только вот на тусовках, да, будем видеться. Ну, надо было чуть раньше подумать, и все, да, и мы больше не виделись после этого. Такая странная история. Ну, Дань тебе ничего не сказал, ему пофигу. Мы же вывезли с этого потом ТикТок видос, типа, это на следующий день, он говорит, он подходит по приколу ко мне, при всех говорит, типа, что ты к Жене пристаешь, по приколу, типа, а я такой, что? Он такой, да, что, я говорю, бро, давай видос с ней у меня на аккаунт. А там, видос состоял в том, что типа, мы идем драться друг с другом, типа, то, что он нагрится меня, и потом мы вместе танцуем. И из этого тоже залетело, это все разогнали в комментариях, то, что прикол. Я думал, то, что, ну, в комментариях пишут, то, что, я думал, да, они его побьют за это, и все такое. Все норм, вышло. Ну, милая история, на самом деле, получилась, и такая, приятная даже, что вот тебя так приняли. Очень круто было, ну, как-то, я слишком, почему-то зря думал, то, что в Дриме все такие какие-то возвышенные, пафосные очень, и самовлюбленные какие-то. Они очень сильно добрые все. Все. И нет ни одного в Дриме, кто такой, типа, фу, не общается с мной челить. Все очень максимально добрые. Как думаешь, тебя взяли из-за того, что в XO была кика, которая взлетела? Было много таких обсуждений. Скорее всего, да. Я думаю, это вполне нормально. Им нужны цифры, были зарубежные, я могу их дать. Все. Не акцентировалось то, что вот, с Юджиной все копаем, берем, работаем. Не было такого. Но я понимал прекрасно, что я здесь для этого. Все. Насколько вообще часто сравнивали там хаосы? То, что вот, Dream и XO. В XO есть KIK, а я из Дриме. Ну да. Нет, понятное дело, что это часто сравнивали, но вообще то, что как вы двигаетесь? Мы никогда не сидели такой, вот смотрите, у XO вот столько просмотров на этом видосе, надо снять такое же обязательно, потому что мы должны стать, сделать его лучше, потому что мы лучше, чем XO. Никогда такого не было. Всегда было то, что XO молодцы. Я сначала думал, то что Dream против XO. То, что Dream... Битва. Да, да, да. Всегда так думал. И я к Ярику как-то в декабре подошел, говорю, Эрик, меня зовут VXO, отснятся там в тиктоках и на YouTube. VXO, можно, пожалуйста? Я ему, ну, очень вот так мягко это пытался сказать, потому что я ожидал ответа, нет, нельзя, блядь. Он говорит, да, конечно, иди. Очень круто будет, если ты там поснимаешься. Я говорю, а почему ты не запрещаешь, типа? Может, это какая разница? Но мы просмотров тоже возьмем с этого. Ты же тоже там будешь коллабиться. Это же тоже круто, что ты там тоже получишь какую-то известность или что-то еще. Тоже у тебя будут просмотры, подписчики. Это все круто. Мы только за коллабы вообще. Я приезжаю в XO и снимаюсь в рубашке с эмблемой XO. И я потом прихожу еще раз спрашиваю, это норм? Он такой, да норм, все нормально. Я это еще, помню, выложил в сториз. И у меня вот здесь вот была эмблема и все такие «Он перешел в XO наконец-то!» Реально так большинство подумало. Я еще в этой рубашке в тиктоке снимался, но это было круто, то, что мне не запрещали это делать. Обожаю такое. Поэтому никто не особо соревновывается, никто не хейтил в XO. Никогда не хейтили в XO. Вообще никогда. Окей, еще немного про хаос в России. Еще хайп-хаус есть у нас. Как-то ты с ними взаимодействовал? Я с Юлей познакомился буквально когда? Два дня назад. Ну, месяцев три-четыре назад. Я до этого ее не видел вообще нигде. Максимум, где-то видел задалека. Но я не общался ни с Валей, ни с Юлей и ни с кем другим. Познакомился, потому что... Я познакомился просто, ну... Ну, где-то познакомился. Случай, где-то появился... Я же, скажи, где-то с тем познакомился. Брадом познакомлюсь в Казахстане. В Казахстане познакомились. Что-то она-то прилетела. Да. Что ты там? Их раздание сейчас. Давай вспомню, кто-то. Кто там был еще? Вот. Даня вроде еще приезжал. Может быть, там проледал бы. Может, был. Был. Ну, посмотрим. Подписчики посмотрят. Да. Может, был. Короче, с Хайп Хаусом ты не снимал ничего. И вообще, недавно только совсем познакомился. Только с Юлей, получается. Только познакомился удивительно. Из всей компании большой. В какой момент в Dream Team поняли, что мы хотим переехать в Америку и снимать там контент? У них мечта изначально такая была. Да, ладно. Бро, я тебе реально говорю. Да что ты мне говоришь? Я приехал к ним и они постоянно все, что я слышал, то, что вот мы же всегда мечтали и у нас теперь есть способность это сделать, возможность это сделать, чтобы, потому что у меня есть зарубежная аудитория, мы можем это сделать. Вот такой разговор был. Всегда об этом мечтали. Выйти на мир. Dream Team это народный дом всегда был. Это скорее всего то, что у них был такой выполненный этап. что они уже популярны. Что дальше? Сидеть на этих точках, на которые расставлены, если они уже здесь всего добились как Dream Team House. И я думаю, что, ну, а что им еще делать? Постоянно сидеть на одних точках? Ну, нет смысла, как будто бы. Да, они заработают денег, но это уже скучно. Они уже от таких контрактов в моменте отказывались, что они не хотят их делать просто по приколу, потому что, ну, не хотят. Ты отказывался просто по приколу? Нет, я всех забирал. Они такие, ну, вот, не надо. Я такой, мне надо, дайте. Я все делал. Я люблю работать. Очень сильно люблю работать. И когда есть работа, которую кто-то не сделал, я такой, конечно, я могу сделать вообще, дайте денег. Но и как будто бы им не было смысла уже здесь некуда развиваться. Вот. И они хотели двигаться дальше. Да. И идеальным местом для них была Америка. Да, они всегда хотели в Америку. Как это все началось? Как вы это начали обсуждать? Ну, то есть, вот реально, что все, ребят, мы едем через месяц или через два, через три. Делайте визы. Изначально разговор про Америку шел давно, но никогда не было такого, что вы сейчас делаете. Сто процентов сейчас делаете. Мы полетели в Мексику сначала. Просто в Мексику мы полетели просто, типа, прикол. Захотели там ребята отдохнуть. И после Мексики все такие, ну вот, мы же уже так близко, давайте уже полетим в Америку. Вот же граница. Ну, реально, вообще, считай, мы всегда, мы летели в Мексику сколько? 14 часов, Индики, типа, вот давайте сделаем. Но половина хотела делать сейчас визу и лететь в Америку. Половина не хотела этого делать. Я говорю, типа, го, в Казахстане все встретимся. А я туда не знал вообще про Казахстан. Там первый раз был бы. Был бы. Потому что я туда звал просто из-за того, что, смотрите, там есть хаосы, с ними можно по коллабице, бипо-йолу, и можно с ними зарубежную ариторию подтянуть еще больше и после этого уже лететь в Америку. Я почему еще не хотел сразу лететь, потому что денег не было. У меня бы просто тупо не хватило на визу даже. Мы прилетели в Казахстан, поснимали сначала, потом запретили снимать, и вот тогда мы такие, го, в Америку. Все начали делать визу, а кто не хотел это делать, они отвалились. Ну, это вот Маруси не хотела визу делать. Ну, она не хотела в Америку лететь, насколько я знаю. Да, нет, это правда, она говорила в интервью у нас тоже это. Диана тоже тоже вроде бы, вроде не хотела. Янгер. Янгер не хотела. Ну, все, у них все хорошо сейчас. Да, так все в порядке. Нормальный вайбик. Я, если честно, тоже не хотел в Америку. Но почему полетел? Потому что команда летела. Я, мне очень сильно понравилось с Дремом, и я, типа, да я и Мексику не хотел. Я вообще ненавижу путешествовать. Я не люблю отдыхать где-то там. Для меня отдых это зайти в как у Валоран бахнуть. А, типа, на неделю куда-то сваливать, на месяц отдыхать, я лучше поработаю. И они полетели в Мексику, я такой, ну, ладно, я тоже с вами. Они потом захотели в Америку, ну, ладно, я тоже с вами. а никакой мотивации не было там, что вот у меня 20-миллионная там аудитория, в Мексике меня узнали, в Америке меня узнают, я звезда. Такое было, когда я продумывал, а что мы там будем делать, типа, потому что я знал то, что если я захочу, я там могу что-то сделать сам. И так получилось, что у меня очень много зарубежной аудитории. Я думал, будь все ок, если я туда полечу, из-за того, что вот, может, у меня что-то получится. Но я этого не хотел. У меня никогда не было цели развиваться в Америке или что-то еще. Я захотел Dream, я такой, ладно, хорошо, я с вами. И у меня тогда даже денег не было на визу, спасибо Ярику, который, в принципе, оплатил мне перелет туда. У меня не было денег даже на самолет, столько. То есть, деньги висели просто, Они должны были быть тебе прийти за какие-то контракты или что? Нет, бро, он просто дал денег. Он не взял с моих рекламных денег ничего. Типа, вот то, что я отработал, он должен был как будто бы кусочек оттуда забрать, но он не забирал. Он мне... Ярик вообще очень много мне что оплатил, что помог. Ну, типа, прилет в Мексику, чтобы ты понимал, он выдал мне конверт просто так в много денег. я не буду говорить, сколько? Он дал мне конверт денег. Просто помочь, потому что все разлетались, а меня бросать здесь, ну, такси-идейка. Я говорю то, что я вот хочу тоже. Он дал денег. Я полетел на эти деньги. Ну, крутой поступок на самом деле. Ярик вообще, ну, я к нему негативных эмоций не испытываю. Максимум, когда вот в Америку мы прилетели, тогда уже начались проблемы. А до, вообще ангел, прекрасный человек, он и... У меня еще такой прикол был, сейчас вернусь чуть назад, я прилетел в Dream, все было прикольно, и Ярик говорит, вот у кого там, где-то через неделю-две, у кого там 10 миллионов подписчиков, будем дарить браслет. И он первому дарит кому? Ане и Даня и Артур вроде. Кому-то, короче, у кого было больше 10 уже миллионов, или за 10 миллионов подписчиков, или за миллиард лайков. Он будет дарить украшения. Он дарил всем такие вот браслеты, и тут, ну, из каких-то камней прям то, что связывает, вот допустим, у Ани авокадо, она любит авокадо, она авокадики, и с авокадиком. И так каждому он дарил. А ну, дорогое. Когда он это объявляет, у меня 9,9. Я только пролетел и такое, о, сейчас чуть-чуть, и как раз стукнуло 10, он сразу же в этот же день приехал и подарил мне тоже браслетик. Что там было? Собака. Я очень надеюсь, что это не с российским связано каким-то мнением. Просто ты похож на песик. Возможно. На милого такого. Да. Поэтому я говорю то, что у меня с Яриком никогда не было проблем. Никогда. Все было хорошо. До Америки. До Америки. Ну, давай перенесем ситуацию тогда. Когда начались проблемы? Собственно, вы прилетаете в Америку с горящими просто глазами. Там Аня рассказывала, что она Нью-Йорк, все это светится. У тебя такие же эмоции были? В Америке очень красиво. Очень все красиво. Очень просторно. Так, ну и начались ваши съемки. То есть вы приехали, у вас поплатили вам дом. Ярик, да. Спасибо. На три месяца он наплатил дом, который стоит, если я не ошибаюсь, он десяти тысяч за месяц долларов. Это по-нашему сейчас, ну, лямчик. Лям, да. В месяц. оплатил, все было круто. Он такой, ребята, теперь вам надо расти. Вам надо что-то делать с кем-то, коллабиться. А мы думали, что мы прилетим, и у него есть какой-то план что-то делать. Как будто у меня складывалось в голове, что он такой, типа, го, все сюда, и меня особенно, он вызывал у меня последнего, типа, я последний, кто остался, кто должен был прилететь, а я в Казахстане тогда был. Он говорит, го, срочно, вот сейчас тебе надо лететь обязательно, потому что там будет очень круто, мы такое придумали. Я такой, я рекомендую, денег нет сейчас, нет денег. Он говорит, я дам деньги на полет, типа, на билеты. Я уже думаю, ну что там за план такой, типа, там, наверное, все проработано. Давай, давай, говорю, давай полечу. Я как раз вот в Корею успел слетать, сделать визу в Корею, и после этого я как раз прилетел в Америку, прилетаю в Америку. Никакого плана нет! Все, что нам говорят, ребята, вам надо расти, коллабиться. А денег нет. У меня не было денег, у меня было ограниченное, сумма, которую я растягивал и так еле-еле. Это еще из конверта Яриков, или бы, да. Я такой, ну а что мы, как зарабатывать будем? Это где-то через месяц такой вопрос возник. Потому что в течение месяца я думал, что я рекомендую настраиваться, что-то делать. В итоге он приходит, говорит, то, что вы чего не растете? А я расту. Единственное, кто это, то на тот момент рост, потому что мне это зарубежка, аудитория. Если зарубежные снимают ренды, оно взлетает все равно, по-любому, где бы я ни был. Я расту. Он такой, ну все же непонятно, молодец. Вы чего не растете? А они не знают, что делать, но у них СНГшная аудитория. Они прилетают в страну, где им просто говорят, вот коллаптись, снимайте, чтобы у вас выросли цифры. Они никого не знают. Они пытались, они звали себя домой у некоторых блогеров. Мы снимали, но это все так туго шло, то, что там цифры, но особо не менялись. Многие в минус по статистике уходили. Почти все. Я всегда в плюсе был. По статей я вот лучший ученик класса был. Отличник. Да, по статистике. Но тебе все равно не помогало. Да, я говорю, дайте денег. Работать хочу. Но до вас же туда тропинку уже протоптали иксошники. Иксошники тоже там ничего не зарабатывают. Ну, они во всяком случае там были. Вы хотя бы у них, ну, вы там спрашивали, нет? Знаешь, в чем зарабатываю, на тот момент, сейчас не в курсе, Эксо. На рилсах оплачиваемых. На оплачиваемых рилсах? Да, идет монетизация рилсов. В инстаграме? Да, они больше денег оттуда бы крибли. А вы что так не делаете? Там это очень сложно подключается. В течение двух месяцев тебе должно прийти уведомление, что вот ты в Америке, ну, типа регион поменяется везде. И потом, еще через месяц, тебе, может быть, придет то это функция. Ну, там тоже надо понимать, Ярика, то, что, ну, что он, у Ани нет денег, что ли? Есть. У Артура нет денег, что ли? Есть. У Дани нет денег, есть деньги. Он просто, скорее всего, смотрел это на общую, как на общую картину. Вот у них же есть деньги, они могут вам помочь. Почему я должен помогать? вот, типа, мысли Дьярик, я так думаю. Потому что он тоже говорил, то, что вот же есть, вы можете им помочь? У кого сейчас нет денег. Да и вам помогали, тебе помогали. Конечно. Но я этого не хотел. Это максимальный бред, который я никогда не хочу, чтобы мне кто-то давал денег. Чтобы тебя платили за еду, там. Если я, я сам хочу платить, если у меня нет возможности, значит проблема с работой на данный момент. Тогда проблема была, рекламника не было. Хотя меня можно было уже потихоньку продвигать как-то там, если бы была какая-то команда продюсерская. Так, ну вам команду вроде бы пытались сделать, да? Кого? Взяли из-за ксопа. Прому Степу? Да. Чуть, бро, они же не продюсеры. Они снимали просто, завозили нам контент. Что снимать и как снимать. Все. Ну они хотя бы нормально завозили или тоже? Они... Выполняли свою работу, да? Да, молодцы. Не, хорошо было. Вот с Ромой и Степой. Моментами, когда нам говорили то, что надо покупать вещи, какие-то особенные, костюмы какие-то особенно покупать для этой съемки, я уже такой, здрасте, у нас и так нет денег, мы никак не зарабатываем и мы сейчас еще будем еще костюмы покупать дорогие какие-то для съемки. Я такой, я не хочу так делать, я не могу так делать. Но приходилось первое время. Покупать костюмы? Да. Что покупал? У нас же был челлендж этот... Родео? Да. Кто это придумал, скажи честно. Блин. Это какой ад? Это Ярик. Ярик придумал? Это Ярик приходит. Давайте. 365 дней на Родео драйв. Что? 365? Или 100 дней? Я не помню. С разными костюмами. Каждый день ты покупаешь себе разные вещи. Я уже в моменте, через некоторое время говорю, ребят, а денег нет, куда я? Дайте денег, я не смогу покупать каждый день новые вещи какие-то. Я говорю, давайте хотя бы их повторять или миксовать эти костюмы. потому что мне денег покупать это все. В итоге мы договорились, что он был миксовать. Но мы все равно допом покупали. Сколько дней его продержались? Я не помню. 30, может, меньше. 25. Я говорю, ну, блядь, ну, не нужна нам эта штука. Мы просто тратим деньги и тратим время на этот Родео драйв. И нервы. Это же нервы еще, прикинь, тоже. Каждый день ты вот просыпаешься, старбакс, кофе, едешь туда, все. Я реально, я ненавижу вспоминать про Родео драйв, потому что это такой ад. Мы стояли на красивейшей улице Лос-Анджелеса в надувных масках спанчбоба. Толпа в желтых футболках и джинсах. И мы такие, нын-нын-нын-нын-нын-нын. когда есть деньги ты еще хочешь что-то делать когда нет денег я не хочу очень ничего делать ленте ки эта идея зайдет неизвестно когда но она зайдет когда-то давайте делать и просмотры наверное тоже быть ну я не знаю я съеду своей душой понимал что в этом нет смысла здесь на кто-то пил за этот родил драйв и тайм катюш такая блин мне нравится приколите много туда ездим вот мы у нас есть какую-то видимая работа нет денег с этой работы она говорит типа представьте вот получится у нас вот нас по new york times будут показывать вот ребята снг у них все получилось потому что они снимали на родил драйв они еще говорили открыть у нас продюсер какой-то там заметит кто там будет проходить ну там реально проходит продюсеры там заменитые люди проходят но они такие типа вот заметят нас и мы попадем вот дальше пойдем я не смогу это делать я ухожу и приколи вот момент когда ухожу к сковорю что я ухожу они в этот день решают перестать снимать народа вот стол общий сидит я сижу я такое хочу сказать то что я ухожу я говорю то что вот я ухожу прям в этот же день ну все не снимаем наконец-то но такая вот тема я в итоге мои два дня потом потусили я купил билеты они провели меня очень хорошо по-доброму ну как провели я в доме совсем попрещался в аэропорте полете поехал сам вот я улетел и не казахстан ну вот этот поступок я река то что он вас оставил не отвечал на сообщение по словам иры тоже так как бы она ушла понятно с ней была отдельная история которым сейчас не будем обсуждать там драма все такое ну что он ушел уехал он более что ты пытался нам писать общаться с нами но пытался все таки птуши рассказал что все тип он пропал не сообщение не писал не отписал что-то что-то писал но она ничего не решал у нас были созвоны с ним они тоже ничего никогда не решали нас были еще до того как он летел у нас были собрания ничего не решались типа все-таки сначала мы на него налетаем то что ничего не происходит у нас мы ничего не зарабатываем что нам делать он такой ну что растите что-то да будет единственность к чему всегда каждый раз приходили то что нам надо расти а я они на меня тыкают пальцем ему говорят вот он растет что дальше я тоже я расту но ничего не происходит типа ну конечно у всех вопрос а что делать вообще а у ярика нет ответа потому что у него там нет ни с кем коннекта он и он если чего мы прилетели он такой английский учу и такой не должен ли ты знать английский если мы в америку летим и ты как будто там должен с кем-то общаться проблема короче были ну и плюс у ярких изменился как бы фон он с работы переместил фокус на семью как будто бы да но там без разницы все равно уже было на тот момент потому что все уже потухли никто ничего не хотел делать ну и команда потихоньку начала распадаться кто-то вернулся в россию кто-то остался там ну и имеем что имеем сейчас все участники как-то разрознена значит ты прилетаешь казахстан потому что у тебя там работа деньги да с кем ты там тогда общался на тот момент я вот начал общаться с йолой бипами как раз окей вся этой съела с бипом прошла история с кем тогда ну ты подружился кто у тебя там был тогда из близких людей да я в принципе сначала сам жил а потом оказалось так что ави летела в казахстан а сави ты был знаком до этого да еще в москве мы познакомились и все это время общались да и оказалось что она летит в казахстан и ей негде было жить и дуку о прикольно я у нее постоянно допрашивал когда же когда же прилетит и она прилетела мы чё-то общаться начали я предложил тогда на тот момент на время типа у меня пожить потому что но и негде было жить и она не успевала снять себе ничего не квартиру ничего и все и мы вот и общались а и на тот момент как раз она начала общаться с слоном и стасом да и у них вот этот мощная мощная тройка рвала и сангешные тренды это их трок ты тоже видел их тик-то конечно ну и как ты такой авиа слушай а чё за ребята надо познакомиться или нет я первое время мне еще ну все равно было потом я такой куда она ездит почему так долго но я такой почему а ты домосед ты дома сидишь или что нет когда не смотри у меня такая штука что если мне у меня нет денег или мало денег я такой я ничего не хочу делать и поэтому на тот момент просто ничего не делал и она куда-то ездила это куда я вижу видосы и такую типа гоя тоже антика типа я думал ты не захочешь ними видеться я такой да не мне норм и я приехал тогда к ним первый раз познакомился поздоровался как суки на был на 1 стас был на меня подписано еще очень сильно давно и я на него как-то моментом в тик-токе подписался в инсте нет и мы пообщались поснимали тогда все вместе и было круто я еще пару раз так ездил но в моменте я понял то что они все-таки тройка потому что ты лишний да мы сидим старбаксе и почти каждая встреча наша это мы сидим я сначала такой не давайте что-то сделать я делаю и все я сижу потом слежу за их вещами потому что за столиком и они куда-то втроем идут сниматься очень далеко был момент то что но они меня ставили одного на полчаса я просто сидел смотрел за сумками великий тэн юджин даже не в этом смысле мне не это тогда же било то что в принципе они как будто бы не понимали что вот ты тоже может дать контент какого-то или даже нет что можно было меня хотя бы взять и забрать эти сумки свои я сижу и слежу за сумками ребят пока они снимаются полчаса вот так вот ну как к родитель получается пока дети развлекаются ты ну типа но это прям очень противно было я потом сказал то что не буду ездить в наши съемки потому что это от я просто остаюсь с сумками постоянно это так не должно быть и все тогда перестал ездить на съемки их что не снимали каждый день я в моменте перестал и потом уже началась вот эта вот движуха с аслана ави что они вместе там типа как будто бы шли перезали что-то еще и это комплект противно я не хочу этого видеть и чуть-чуть там пару истерик у меня было с ави я и говорил то что но я мне не нравится такой вообще видеть такой но можно такое не снимать пожалуйста но мне поняла на второй раз на 1 на типа такая и на следующий же день снимается стасом в если ты знаешь помнишь тренд был так вот типа на телефон и на второй день пустого как я сказал это тот попросил можно ли мне делать я такого можно второй раз уже тоже помните говорю на такое не делать надо да я думаю я ничего такого не думаю думал это просто дружеское видео вот так вот и мне после этого особо и не хотелось видеться с ними но со сланом и со стасом но пришлось все таки это же друзья ави поэтому вы стримили потом вместе да да конечно они дружили постоянно не были были всегда вместе и конечно же тоже хотел что-то делать да и тем более это как мотивашка было они реально тогда очень хорошо взлетели я такое почему я сижу дома и ничего не делаю я тоже так могу ну давай раз и навсегда закроем вопрос потому что пишут в комментариях был ли у тебя личный конфликт со сланом который ты не хочешь выносить на публику или вот можно вот этот вот эту историю посчитать как мне это не лично же это все втроем меня бросили нет лично вот так вот чтобы мы ссорились как-то со сланом никогда такого не было нет вообще нет не было мне было там какая-то не то что обида злость наверное и полу ревность но ревность не как парням коту с кем ави будет встречаться как то что она много им уделять внимание много времени проводится да а ты а я драсьте вот такое вот было но как парням никогда я к слану и стасу не ревновал сложно как-то описать ваши отношения с ави что происходит вот ты можешь как-то описать зрителям когда смотреть нам с ави мне нравится на реально но все хорошо и как будто бы и не стоит что-то выносить все нормально и не знаю но вроде все хорошо и как будто бы не стоит этому мешать смотри просто вот ты на предыдущих то интервью тоже говорю что у тебя отношения с девушками были странные там повстречался месяц потом с другой какой-то месяц потом вообще с одной три дня почему тут по-другому но очень давно общаемся с ави и не знаю она мне не бесит она если бесит тогда вредничает такой человек она возможно чуть короче меня раньше в отношениях очень сильно смущало когда люди сразу резко привязываются и как будто бы мы сто лет с ними в отношениях а тут я общаюсь с ави уже очень давно и нет такого такой движухи что я чья-то собственность или что-то еще все окей они но за то что сломали тела не особо с ним с ними не видится такого круто и да и со стасом тоже много времени и я не могу проводить чисто морально не знаю и со словами тоже не мог я со словами не мог время проводить в принципе потому что он гиперактивный какой-то был то есть все сейчас надо и это прямо очень сильно раздражало сейчас я его сегодня увидел чел повзрослел на года три за вот это вот время у сто момент как он улетел он абсолютно спокойный он ну короче я с ним даже сегодня время провел в отеле у нас и он меня не взбесил ничем еще кстати когда я уходил он сказал то что я и он знал то что я иду на пушку он такой типа скажи что ты меня ненавидишь я такой конечно так и скажу а у меня уже но и все я есть же такое в комментах пишут что типа какой-то биф мы неспроста спорта весь без сил он меня весел весел сильном и поэтому я показал на телефоне его да 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 и меня в моменте бесили вообще разговор о нем просто потому что он не бесил просто существуем своим ну и вот возможно сейчас мы ждут на какое-то время и мы со словом будем видеться возможно он и меня сейчас он и сейчас меня взбесит возможно вы станете лучшими друзьями наверное никогда он ну сейчас данный принципе на хорошего типа я как человеку никакого вообще нет никакой злости или что-то еще вот из-за того что connect авиаслан из-за того что это развивают тик токи подбирали вот это еще подбивала но ты вообще себя ну ты понимаешь что уже такой взрослый осознанный человек или нет или все еще ты в душе не хочу взрослеть вообще в башке я моментами когда какие-то серьезные проблемы решаются я конечно у меня включается вот это вот 25-летний возраст так но я веду себя как мне как будто 20 где так и соответственно разница в возрасте там ты не ощущаешь с ребятами советую сам который 19 нет ну чуть-чуть а я как будто помоложе меня по моему морально так нет общение отвечаю вот сейчас ты как думаешь ты готов там к серьезным отношениям что-то выстраивать нет чтобы что типа семья ударася движуха нет я маленький еще реально в башке маленький лет пять после но где когда мне будет 30 уже можно подумать да там уже можно уже начинать что-то думать сейчас не хочется а а то что вот ави недавно отвечала в телеграм-канале что она мысленно уже замужем где как это как тебе информация не 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 дало никакую пищу для размышлений что что чтобы я делал предложение например там это нет нет но вот эта бумажка это реально просто проспись все зато это вас свяжет там как ну что вы договором не договором конечно но все равно мысленно это будет какой-то статус иметь до кольцо на правой руке у меня и у нее просто ну вот это больше связывать чем вот эта бумажка или что-то еще мне не нужна эта бумажка и я понимаю то что если подписывать то это я не понимаю прикола в этом ну чтобы что чтобы мы на бумаге типа были вместе зачем как будто бы нет смысла в этом сейчас тоже когда семья будет конечно лучше чтобы ребенок родился в паре мужа на типа вот когда мы все в договоре сейчас нет смысла ну соответственно там а дети кто-то сейчас не думаешь нет но вообще а сколько ты детей хочешь я очень сильно хочу близнецов приклеить двое близнячих танцует это же вообще и они тик токи был сняли разоружья да я не знаю что потом будет тик ток или какой-то может другой про мальчики или девочки тебе больше без разницы я думаю кто надо тут услышь кто должен услышать боженька через пять лет ровно через пять пожалуйста и джин нам все не стоит повезло тебя приехал поддержать али удивление как ты получилось я сам не знаю давай попросим ее я очень рад что вы ко мне сегодня пришли и я на самом деле не буду вас пытать тем более вы ребята таки есть скрытные немножко да вы что-то скрываете от своих подписчиков ну не знаю даже что но я хочу вас задать вам вопросы на которые вы ответите мне я надеюсь честно и открыто по очереди и потом сравним ваши ответы и так а ведь тебе если бы можно было провести год жизни в любом месте мира то в каком скорее так то же самое так хорошо надеюсь следующий будет раздельный ответ какая песня моментально поднимает тебе настроение даю джин аран смит дэнсин крон ремикс из такого тебя да я не помню исполнителя потому что он не особо популярный но песня ловми кореец поэт я ее в корее услышала в магазине и продолжаю до сих пор слушать главное что и джинс нет так о точно вы тут не сможете ответить одинаково али как бы ты описала и джина в трех прилагательных вредный таки кажется понимаю красивый ревнивый огонь и ты просто до лица и смотрел он он высоко поднял брови свои так хорошо и джина как бы ты описал авиатор плавить я тоже повторюсь вредным ты говорю повторов не может быть вредная вредная милая красотка так ну хорошо вредная милая красивая мы тебе сочтем в одно но нужно мне еще еще ты смотришь сейчас я про сейчас я это так быстро придумывать это все что ты обо мне хоть сказать еще шарах на все скажу веселая нормально принимается на принимается хорошо и вас довольны ави продолжу фразу больше всего в этой жизни я верю в деньги ты знаешь мы согласны да это у вас девиз окей хорошо это общий к вам вопрос есть что то что вы бы хотели сделать вместе но вы этого не делать но ты хочешь прыгнуть нам как-то называется на банджи я сказал она зовет меня тоже я говорю я только с тобой прыгну потому что мне страшно я первый раз буду прыгать типа а я если я единственное что соглашусь это если я прыгну с ней вместе типа там же так можно что вдвоем будет да и вот мы это никак не можем сделать я не особо рвусь это делать ты хочешь заставить его прыгнуть надо это прикольно и ты сама тоже об этом давно я уже прыгала а ты уже прыгала и она заставляет меня ты скажешь это не страшно смотри я живая рядом с тобой сижу ну там 200 метров вниз на канате каком 206 и минуточку 206 вы так и с парашютом нет пожелания есть что он не любит экстрим и вообще все это с этим связано если бы а ведь тебе вопрос если можно было если бы можно было избавить юджина от одной привычки вредный тот какой вспомнить от какой привычки я бы хотела его отучить наверное нет какой какой то есть это его привычки при сам 7 разбирать а что у тебя есть какая-то вредная привычка от которой ты бы хотел телефон далеко от себя постоянно держит ну по ее словам но это же не привычка смысл и если я очень долго отвечаешь на сообщение три минуты это долго нет не всегда человек может быть занят да было такое было такое что нет нет конечно ты говоришь расскажешь что у тебя тоже был такой это валоранте сидишь я все три минуты как раз каких три минуты ничего подобного я 8 ничет нет я под окном стою по 10 минут когда нет такое парень геймер горе в семью понял знаете ли вы что означает ваши имена значение ваших на друг друга вы не знаете а сами знаете я сама создала своим сама создала этого имени нет я поменяла имя let's go high так ты тоже оказывается псевдонимом сидишь у меня да да там юджин это не мое имя санитов и я помню мама и джин это чудо между так интересный вопрос а ведь ты знаешь не давай сиди на сам и джин с кем чаще всего переписываться сейчас почему-то у нее 1 в переписках но знаешь вот эти вот когда ты в телеге с кем-то общаешься сверху тебя кто быстрее всего кого ты набираешь стас кацуки аслан улетел тут стас появился в кружочке 1 конечно ну а потому что кто всем пишет чтобы кто-то где-то собрался мне все пишут чтобы я всех собрала конечно конечно я случайно это видео но я не заглядываю не люблю лазить по телефонам никогда это не делал вопрос моменте что-то писал я смотрю а там у стаса нет аватарки в телеге и там просто к я красную тут кружочек я говорила в прилагательном ревнивый было такое было было так хорошо а ты как думаешь или со своим менеджером он переписывается дружка почему выождите подожди с кем я и джин мы почти что всегда вместе мы переписываемся очень редко тебе показать у меня это твой первый кружочек там стоит закрепленный нет ну да она закрепит я у нее нет я не закрепит если чё сейчас поиск конечно 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 она была я все знаю я все знаю понимаете все все понял когда вы сказали оба ну и стас здрасте ставь тоже деньги конечно а ведь на сколько лет вы летали мы тут недавно знали что этих ток блокируется babyface смотря как она одевается на просто надо делать эти хвостики там но он лет 16 15 а так но всегда 17 18 лет правильный ответ и не мой возраст назвал чуть-чуть все хорошие да посмотри на меня скажи какой цвет классу и джин а мы сегодня машине задавали этот вопрос друг другу темно-каштаново она сказала говнявый цвет говна зеленый зеленый бриллиантовый цвет если что у меня вообще по твоим словам цвет говна глаза если чё но я же сейчас сказал что на тетям это молодец а ты не сказал что мне зеленый темный бриллиантовый цвет окей окей хорошо но я боюсь вам задавайте вопросы может вы задавали какой у джина знак затяг весы так водолей водолей сам прекрасный боишься уже даже что ты больше всего любишь юджини то что он научился разговаривать он разговаривает ну если какая-то проблема то он сразу пытается ее решить раньше такого не было вот это мне нравится ну как сказать такая небольшая ответственность в нашем общении него круто и джин ты научился говорить как я слышу что да а что тебе что ты любишь больше всего наверное то что на супер тактильный человек это максимально хорошо мне нравится чё я путаюсь очень сильно когда она рядом сидеть я уже все я плыву начинаю плыть у меня близ закончился вы были молодцы вы очень милые вдвоем я покраснел да так ну что я вас отпускаю а видовой приходи к нам отдельно потому что я уверен что у тебя есть что рассказать я не знаю сколько получится в итоге может быть мы самые жесткие истории нам рассказал вырежем может быть зальем их наш телеграм-канал не знаю как получится вот в любом случае спасибо тебе большое за все что ты сегодня рассказал потому что мне кажется что ты вот был таким как будто быть теневым игроком в dream team я извини уж меня за активность вот но никогда особо ты не раскрывался а сейчас ты мало того что рассказала себе так еще и рассказал нам бэкстейдж того что происходит там сейчас в блогинге вот и за эти огромные спасибо прекрасное интервью потому что я говорил на стопе то что у меня были ступоры раньше я думал что еще здесь просто 20 минут будут будут мяблить и не буду ничего говорить и буду так сидеть зашуганной а так все очень прошло хорошо тебе спасибо на свет вырубился а свет погас ну все нам пора закругляться ребят спасибо большое что досмотрели этот выпуск ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на нас подписывайтесь на юджина всем пока увидимся пока ребят и следующий выпуск выйдет в нашем паблике вконтакте переходите и смотрите